История Литвы, она очень схожа с историей Украины. Советская Красная Армия делала в Литве в 1944 году, потому что принципы те же. И насилие, и контрационные лагеря, фильтрационные лагеря, и депортация массовая. А потом я начал еще смотреть историю Украины, и у меня вообще голова взорвалась. У меня дедушка сейчас на них живет. Добомбили Киев там рядом, в пяти километрах. Так моя мама, она говорит, я все, я сейчас еду выбивать окна в российское посольство. У меня сейчас в суд будет 1 сентября. Значит, в суд я подрался со своим соседом. У него ленточка России на машине. Это странные люди, я вам так скажу. Это люди, которые абсолютно не понимают своей вины. Себя делает жертвой больше, чем украинцы. Все плохие, и эти плохие, и американцы плохие, и это плохие, все циничные. Где вы были, когда Сирию бомбили? Так вы же Сирию бомбили, алло. 9 мая, и мы стояли перед кладбищем, наверное, часов 10 с плакатами, напоминали про Бучу, про Эркент. Мы до сих пор не знаем, сколько российских денег в Литве. У нас только что отдыхал в Паланге чувак из Беларуси, который там, ну, один из бизнес-партнеров криминальной системы Лукашенко. Для меня это шиза какая-то. Здравствуйте, меня зовут Сакена Имурзаев, вы смотрите телемарафон «Фридом» и наш проект «Люди доброй воли», в который мы зовем тех, кто где может и как может поддерживает Украину в ее героической борьбе против российской агрессии. И сегодня мой гость – литовский актер, продюсер, волонтер и активист Олег Шураев. Олег Шураев – известный в Литве стендап-комик, видеоблогер, пранкер. Последнее время активно работает в жанре политической сатиры. Родился в Киеве, более 30 лет живет в Вильнюсе. После 24 февраля активно поддерживает Украину, занимается волонтерством и организацией митингов по всей Европе. Олег, здравствуйте, спасибо, что вышли на связь. Витаю, витаю, привет, привет. Я вас узнал действительно не так давно через Инстаграм, где ваши ролики, где вы на английском языке объясняете миру, что происходит в Украине. Очень популярны эти ролики, они меня задели, хотя я в общем представляю, что происходит в Украине. А как так случилось, что актер, человек, который умеет смешить, продюсер, настолько, скажем, зациклился на войне, настолько сфокусировался на ней, как вы? Ну, во-первых, начнем с литовского нашего контекста, что для нас это, безусловно, наверное, одно из самых важных, одно из наиважнейших событий. В последние лет, наверное, 30, я бы так сказал, даже начиная с независимости. Понимаете, история Литвы, она очень схожа с историей Украины. Да, Валуевский циркуляр — это 1963 год, полный запрет книгопечатания, а в Литве — 1964 год. То есть у нас наша история идет практически параллельно друг к другу, и примерно мы понимаем, какая проблема. То есть мы стали уже о чем-то догадываться, да, уже все понимают все на 120%, в чем проблема, да, если говорить честно. Вот, но проблема в том, что в Европейском Союзе существует правило «все», да, так называемое правило, что все страны должны договориться, да. Соответственно, чтобы выпускать новые пакеты санкций, мы начали, как только началась война, мы начали активно продвигать в публичной сфере вопросы санкций, полного там запрета транзита российских продуктов, запрет на нефть, запрет на газ, естественно, как активисты и как социальные деятели, мы, общественные деятели, мы просим всегда максимума, вот. И мы поняли, что в мире и в Европе существуют определенные пробелы в знаниях у людей. То есть люди на Западе не понимают, что Россия — это колониальная держава, да, она не понимает, мы с вами не можем быть колонизированы, да. Естественно, ни литовцы, ни латыши, ни эстонцы, ни поляки, ни украинцы, ни белорусы не могли быть никогда, никогда не могли быть колонизированными. И вот эти пробелы я пытаюсь восполнить, потому что, ну, мои друзья, мои братья, людей, которые я люблю, многие живут в Европе, это люди, которыми мы в Киеве с ними дружили, общались, сейчас они живут уже во всей Европе после того, как началась война. И мы на этот вопрос часто просто разговаривали, мы говорили про это, и мы поняли, что это надо делать. И я всех прошу, всех литовцев, моя основная задача и просьба всегда пишите в Твиттере по-английски. Дорогие украинцы, пишите по-английски, пишите по-французски, по-немецки, по-испански. Это очень важно. Я сейчас нахожусь в Париже и продвигаю проект с книгами украинскими. Хочу сделать Ukrainian Book Corner. Хочу показать, что Украина — это не шароварная культура, это культура достаточно богатая, это куча регионов, это куча... То же самое, вы знаете, и с Литвой. Просто у нас абсолютно зеркальная ситуация. Абсолютно зеркальный, у нас немножко другой культурный, чуть-чуть контекст. Но суть конфликта и суть проблемы... Это ЕС и НАТО, Олег. Это серьезная разница все-таки. Серьезная защита для Литвы и литовского народа. Вы все-таки за собой чувствуете уже не просто слова, переживания, а пятый пункт протокола. И это прекрасно и русские понимают, что если начать разговор какой-то наподобие того, что они творят в Украине, это вопрос быстро, ну, по крайней мере, найдет быстрый ответ. Нет. Скажите, пожалуйста, а почему не по-русски? Все-таки вы адресуете тем, кто еще сомневается, не знает всей правды о войне. Вы рассказываете о геноциде, рассказываете о манипуляциях российской пропаганды. А почему не по-русски? Или уже бессмысленно до них доносить что-то? На мой скромный взгляд, да. Я, к сожалению, распрощался с этими иллюзиями. Я очень, понимаете, вы, наверное, тоже знакомы с такой ситуацией, когда у вас язык русский, но вы в голове, вы совершенно другой человек, нежели люди, которые проживают в России. И очень сложно понимать, что вроде бы вы разговариваете на одном языке, вроде бы даже какие-то даже книги одни и те же читали, но суть не просто какая-то психологическая, суть разная. И я, ну, для меня, я, как только началась война, я там пытался написать посты, я писал посты в Фейсбуке на русском языке, но я просто понял, что, ну, вот я как-то сказал для себя, что Россия — это такая страна безразличия, но это такое преступное безразличие, и оно убивает людей за границей, и надо сейчас сделать так, чтобы пусть она убивает там внутри людей, а не лезет за границу. Я больше с этим, я не знаю, как с этим бороться, честно. Хотя у меня эмпатия, уровень эмпатии всегда очень высокий, я всегда людям сопереживал, вы знаете, я долгое время пытался, я даже вот вчера мы там общались с ребятами на митинге вот здесь, в поддержку Украины, и мы как-то так пришли к такому выводу, что это вот очень долгое время были какие-то отношения токсичные, как будто вот ты до САПа во последний момент еще веришь в то, что вот агрессор и такой, ну, скажем, человек, который, возможно, причинил тебе много боли и, возможно, себя не любит, но ты все равно веришь до последнего момента, что что-то может произойти, что-то человечное, что-то, какое-то чудо случится. Но я больше в это не верю, к сожалению. И у нас сейчас то, что мы можем сделать максимум, это максимально помочь Украине, в Збройным силам Украины, военным обезопасить. Сейчас эмпатия у меня только к украинцам и к людям, которые мы разделяем те же принципы гуманизма. И я думаю, что вот по этой причине я и по-английски говорить начал, и мы долго говорим. И сейчас здесь вот во Франции тоже мы вот общаемся с нашими культурными от АШС. Это большая работа на самом деле, просто объяснять людям вот эти, разбирать эти культурные коды. Это очень сложный момент. И французы тоже это, возможно, они это многие не знают, но они это могут понять. Вот это очень важно. А вот русские, они это знают, но они этого не понимают. И это, вот это я, я не могу этого, к сожалению, упростить. И да, ну всем нам больно, но все, уже закончилось. Мы смотрим, у нас есть уже новая цель. Есть чем заниматься, да. Ну давайте немного про ваше волонтерство, да, помимо того, что вы продолжаете записывать ролики. Я так понимаю, вы стендапом до сих пор занимаетесь, да? Вы выступаете перед людьми? За последние полгода я только два выступления сделал. Только 90% работы сейчас это офисная работа. Мы работаем с фондом. Это волонтерство, фонд. И сегодня вот я вот в 6 часов пойду, посмотрю, как в Париже проходит. Я смотрю, как проходят митинги в разных странах. Я ездил в Варшаву к украинско-польским активистам. Я считаю, что вот они очень сильные. Вот там Евромайдан, Варшава. Наталья Панченко, замечательная, она активист. И мы с ней общались. И я посмотрел, опытно набрался. Я общаюсь с людьми, понимаете, у нас еще одна цель, одна идея. И волонтерство и фонды не делайте это про себя. Не делайте это там про Литву, про то, какие вы молодцы. Слушайте украинцев. Вот и ваше замечание по поводу того, что мы разделяем как бы одну и ту же проблему, и ваше замечание по поводу пятого пункта НАТО, оно, кстати, очень, я считаю, правильное. И вот это правильная ремарка, я думаю, она одна из самых важных. Что да, мы как бы сопереживаем и сопоставляем себя Украине, но это такое немножко, скажем так, такие слезы белых людей, которых уже есть безопасности, которые уже в безопасности. Поэтому я достаточно скептично еще отношусь к людям, которые ездят в Украину как военные туристы. Да, да, это я называю инстатур. Это действительно очень часто раздражает. Это надо честно признать, правда. Я поэтому, я считаю, что каждый должен, наверное, все-таки понимать уровень. Не надо из себя делать большую жертву, чем на самом деле жертвы. И вот что, кстати, я вот хотел тоже обратиться еще к русским, что, ну, ребят, ну, тут вот вопрос такой сейчас, что либо вот сносим, либо что-то делаем, либо, ну, жертвы не вы, даже вы не жертвы далеко, не жертвы, вы агрессоры. И вот этот просто сейчас, ну, актуальный был разговор по поводу ВИЗ. Да, 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 это интересный разговор. Мы в Литве тоже об этом обсуждали это, и я вижу этих людей, я с ними летал сейчас, я летел четыре дня назад из Вильнюса в Париж, и я просто это все видел. Я, во-первых, у меня была поездка вот сейчас за полгода, я сейчас и то с такой командировкой. И это, ну, это странные люди, я вам так скажу. Это люди, которые абсолютно не понимают своей вины. Мы свою вину ощущаем, и это правда, кстати. Литва, там, люди, которые проживают в Литве, то, что мы с 2014 года не нажали на все кнопки безопасности, все кнопки СОСа, к сожалению. Поэтому, поэтому, да, вот это. И вот, возможно, кстати, то, что у нас сейчас волонтерское движение, то, что Литва так активно, и страны, которые рядом, не только потому, что понимают и боятся россиянник по этому, а потому, что чувствуют свою ответственность за Украину, я вам так скажу. Притом, что это один из самых близких друзей Украины. На самом деле, в течение, там, последних 30 лет независимости эти страны очень связаны. И если бы между нами еще была адекватная страна, а не Беларусь, то наши связи были бы очень тесные, и в том числе транспортные, да. Я бы с радостью к вам приехал в Вильнюс, но сейчас это очень сложно сделать. Олег, вернемся к этому вопросу о визах. Я буквально вчера разговаривал с моей подругой, она украинка, она была беременной для того, чтобы спокойно родить своего ребенка. Она уехала в Вильнюс, слава богу, все хорошо. Они там с мужем, и малыш подрастает. И она украинка, и она очень переживает все это. И она мне сказала, Сакен, по данным, в Литве с начала войны приехало 30 тысяч белорусов, 20 тысяч украинцев и 19 с половиной тысяч русских. Это только за вот этот период. Кто эти русские? Кто они? Почему они едут в Литву? Насколько они заметны? Насколько они пытаются с вами вместе помогать Украине? Или занимаются видом на жительство, квартирой, банком, машиной, русской школой? Кто эти 19 с половиной тысяч? Потому что я более-менее понимаю, кто это украинцы. Я даже могу понять, кто эти белорусы. Они рядом с вами часто ездили из Минска в Вильнюс, может быть, даже раз в неделю. А кто эти русские? Ну, это вопрос интересный. Я очень люблю всегда социологию какую-то, потому что я не обладаю этой информацией. Но я что вижу, что... Да, вот и вопрос про жертв, что себя делает жертв больше, чем украинцы. Но в Литве достаточно жесткое социальное давление. У нас, вы знаете, было 9 мая, и мы стояли перед кладбищем, наверное, часов 10 с плакатами, и напоминали про Бучу, про Ирпень, про то, что сейчас переживает Украина, и делали очень ясные параллели с тем, что Советская Красная Армия делала в Литве в 1944 году, потому что принципы те же. И насилие, и контрационные лагеря, фильтрационные лагеря, и депортация массовая. И вы знаете, я практически не видел людей из России. То есть 90% это были местно русскоязычные и какие-то там литовцы, которые там немножко сумасшедшие по поводу коммунизма и по поводу какой-то такой вот идеологической вещь. Такие фрики, да? И людей действительно мало было. Знаете, сказали, что это была одна десятая часть того, что было в прошлом году. То есть люди уже даже понимают, даже уже доходят до этого. И я вам могу сказать, в чем принципиальная разница русскоязычных людей, которые 30 лет, допустим, выросли в Литве, и они находили в русские школы, но они при этом себя ощущают частью Литвы, Литвы знают литовский язык, знают литовскую историю. Таких людей и много. Также много людей, которые, допустим, приехали еще до 2014 года, русские, которые приехали из России, выучили язык, абсолютно нормально интегрировались и уважают историю, и не смотрят со стороны комплекса вот этого старшего брата, что мы знаем лучше вам. Но вот эти люди, которые приезжают и начинают объяснять, как жить, и что мы не такие европейцы, мы не понимаем европейские ценности, что, ой, простите, мы закрываем русские школы. Кстати, русские школы закрывались в Литве по объективным причинам, только потому, что людей было меньше. И потому, что просто молодые русскоязычные люди обдавали своих детей в русские школы. Ой, не в русские, в литовские, извините. И, соответственно, это была просто объективная причина. И вот этот вот весь хайп, который был в 2000-х годах, что, во, закрывают русские школы, и у нас в Литве тоже эта пропаганда была очень активная, это враньё всё. Это просто есть объективные факторы. Что касается русскоязычных людей у нас, русских людей, извините, которые паспорты, у нас министр инновации, Ушрина Арманайте, она сделала очень неудачное заявление в начале войны. Она сказала, что мы ждём IT-специалистов из Беларуси и из России, что мы хотим, чтобы у нас здесь был, типа, Google, типа, вот это такое. И это достаточно было неприятное заявление. Меня это, как человека, который родился в Украине, меня это задело, я с ней поругался. Хотя этот человек, с которым, вы знаете, мы её связывали с ней, она молодая женщина очень, она очень компетентная. Но при этом, понимаете, многие смотрят на государство ещё как на ОАО, на акционерное общество. Мы не акционерное общество. Государство — это симбиоз принципов, симбиоз политики, симбиоз философии. Это симбиоз твоих... Ну, всё-таки у вас должны быть общегуманитарные принципы. А сейчас у нас иногда вылазит вот это ощущение, что мы какая-то корпорация, которая должна делать деньги. И я думаю, ответ здесь происходит и здесь, что многие из этих 19 тысяч, которые приехали, у них есть, возможно, деньги. У них, возможно, есть возможности купить недвижимость, купить какие-то определённые вещи, платные услуги. И я думаю, что экономика от этого улучшается. И вот этот аргумент, он на самом деле отвратительный, он циничный. Я всё время... Мы активно боремся с компаниями, которые не уходят из России у нас. Мэр нашего города, второго города, Каунаса, мэр, вот послушайте, думайте, столько у него. Компания в Калининграде, ВИЧи, которые производят крабовые палочки. Вы, наверное, слышали про эту историю. Она, безусловно, циничная и ужасная. Причём ВИЧи долгое время был на майке баскетбольной сборной Литвы, национальной. А у нас баскетбол, это является, ну, святая вещь. Вот. И поэтому я думаю, что ответ, наверное, вот в этом, в плане, почему такая ситуация, почему такая несправедливость. Я думаю, всё-таки такой циничный ответ республиканцев, которые сказали там в 70-х годах follow the money, да, следите за деньгами. Я думаю, здесь есть. Мы до сих пор не знаем, сколько российских денег в Литве. Я этот вопрос постоянно поднимаю. Я ходил к нашему премьер-министру, я хожу к людям ответственным, которые занимаются экономическими вопросами. Причём сразу скажу вам такой короткий спойлер, что многие люди, которые в публичном пространстве занимаются экономическими вопросами, это не экономисты, это лоббисты. Просто нету такого понятия, что публичные экономисты. Но это такие бывают очень за редким исключением действительно люди, которые горят желанием объяснить людям какие-то такие больше активисты. А вот многие экономисты, они больше представляют какие-то интересы, особенно банковские. И я вижу в этом определённую проблему в литовском обществе, и не только в литовском обществе, в европейском обществе, что с одной стороны мы помогаем Украине, мы стараемся сделать всё, что это. С другой стороны, мы принимаем русских людей, которые мы не знаем. И у государства нету никаких инструментов проверить, откуда эти деньги, что за люди. У нас только что отдыхал в Паланге чувак из Беларуси, который там, ну, один из бизнес-партнёров криминальной системы Лукашенко. У нас там стоят белорусские Porsche Cayenne и так далее с номерами около пятизвёздочных гостиниц. И мы фотографируем это, мы высылаем людям, мы высылаем нашей безопасности службы. Но у нас нет таких ресурсов, чтобы это всё проверить. Поэтому мы просим людей, что мы просим, что нам сейчас нужно максимально все рычаги с переборами. Мы согласны с переборами какими-то гуманитарными, чтобы остановить геноцид. Но это, ну вы поймите, это как вот в праве ездишь, да, понятие, что если ты начинаешь убивать людей, ну, и потом вдруг начинаешь говорить, ой, вы знаете, а вот эти люди, которые я убил, да, они два года назад на красный свет переходили дорогу систематично. Давайте про это поговорим. Ну, такое, знаете, Amnesty International, так называемое. Вот эта вот вся движуха, она, конечно, лицемерна до боли. И вот этот вопрос, который вы сейчас задали, я на него вам ответить, к сожалению, как вы понимаете, не могу точно, но я... Не-не, ощущение, именно это и важно. Это эмоциональный момент, это эмоциональный момент, это такое, вы знаете, это возможно, я передергиваю в этих моментах, возможно, я не знаю всей информации, говорю, поэтому важно смотреть социологию, что это за люди, кто-то за люди, потому что, понимаете, есть же разные ситуации, но сколько мы общаемся с людьми, которые привозят людей, беженцев, реальных беженцев из России, которые политическое убежище, но я не думаю, что их 19 тысяч. Да, мне тоже кажется, это слишком большая цифра, для таких людей, и это и белорусов тоже касается, но в любом случае, видите, вы все-таки не украинскую, не узагальнюете, да, вы не обобщаете, не говорите, что они все КГБшники, ФСБшники, да, действительно, надо, наверное, приглядываться, а идея с визами нравится вам и с тем, идея Зеленского, который сказал в интервью Wall Street Journal, что давайте вернем их просто на родину россиян. Да, да, она абсолютно правильная, нет, так я, мы, давайте так, что мы, мы абсолютно не, я не имею какого права, значит, указывать украинскую, критиковать президента Украины, который сейчас находится под геноцидом и под ужасной, несправедливейшей войной в 21 веке, и мы сейчас будем вам объяснять, что вы знаете, вот мы тут согласны, конечно, согласны, конечно, согласны, что вы думаете, я вообще не понимаю, как можно надеяться на то, что все это остановится, при этом не меняя своего поведения, не меняя своих привычек, вот этого я не понимаю, вот для меня это шиза какая-то, я вот сейчас пью минеральную воду здесь, только одну могу пить во Франции, потому что все остальные не вышли из России, ни Перер, ни Сан-Пелегрино, ни какие-то там другие, ни эти Даноны все сумасшедшие, которые типа там за гуманизм, за права всех, но при этом бизнес as usual, ну так, блин, ну естественно, мы должны какие-то принимать радикальные решения сейчас, ну блин, когда у тебя летит в тебя бомба, когда у тебя АЭС заминировано, там, да, вот, и ты под шантажом ядерным находишься, ну давайте сейчас поговорим про гуманизм, про то, как... Про визы, про визы, про визы, да, ну я, потому что вот мне всегда нравится, я все время, я в Твиттере постоянно пишу, типа вот, ну мы эти, я постоянно скриншот даю всех этих мемов, что типа мы из Украины может можем как-то вам помочь, но я все, я уже с этим совсем не могу больше общаться, мы, я поэтому в Литве вот это продвигаю, вот эту движуху, что ну давайте не будем решать те вопросы, которые мы должны, это как вот говорю, сэмности интернешнл, вот если бы через 10 лет вышло, вышло их расследование, можно еще про это поговорить, сейчас, когда страна под геноцидом, когда это, то же самое и здесь, ну блин, ну сори, ну как-то должны, люди, вот у тебя есть паспорт, это твой договор с государством, если мой премьер-министр Ингрида Щемонита Литовская завтра начинает убивать, не знаю, людей, да, я же за это ответственен, что я должен делать, я буду, мы, извините, мы выходим на улицу в Литве, когда у нас там учителям чуть-чуть там поднимают зарплату, на самом деле это не издевательство, мы выходим, да, в Украине люди, там каждую неделю протесты, я в Киеве, когда бываю, все время, я все время попадаю в протесты, то есть, соответственно, Россия, она какая-то, ну так надо просыпаться, надо что-то делать, а что вы думали, ну типа, кто за вас Украина сейчас все вопросы решит, кто, нет, кто решает в конечном итоге, сейчас, вот это вот, это либеральная, вот эта движуха, то что, вот у меня офис, например, был, напротив меня офис Навального был в Вильнюсе, значит, вся, вся, вся команда, да, ну, блин, ну, постоянно вот этот чувствуется, вот это вот, что люди чуть-чуть себя делают больше жертв, чем они есть на самом деле, ну, я этого немножко не до конца понимаю, потому что у меня все-таки менталитет такой, наверное, литовский, у нас, блин, у нас все постоянно критикуют, все постоянно ходят на митинги, у нас, у нас постоянно мы протестуем, мы, 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 для меня вот это вот, я даже, когда у нас Литвия начинают люди из себя делать жертв режима, типа, вот это вот, ну, у нас есть такие, пятая колонна, они любят жертв режима из себя строить, литовского режима, жертв литовского режима, да, литовского режима, ну, это шиза какая-то уже, все, я уже, для меня вот это вот, я поэтому мы, ну, мы, не знаю, вот, может, это тоже нас объединяет, мы должны бороться, и это форма борьбы, это форма борьбы, ты запрещаешь въезжать людям, которые, государство, которое делает геноцид, а то, что эти люди попадают, они уже в лапах, говорят, вы в лапах Путина, они уже в лапах Путина. Знаете, Олег, много лет назад, когда только Россия аннексировала Крым, у меня возникла такая идея, как у журналиста, я делился ею даже с коллегами, с политиками делился, чтобы россиянам при выдаче шенгенских виз задавали один вопрос, чей Крым? Но это бы работало в 2014 году, понимаете, время немножко прошло, и натворили уже больше, чем только отняли Крым. Один из ваших лирических героев, скажем так, я, к сожалению, литовского языка не знаю, хотя он невероятно мелодичный, глубокий, древний, мне интересный, но с переводчиком как-то пытаюсь. Один из ваших лирических героев, это такой ватник. Это несколько лет назад, это не свежая, да? Вы невероятно показываете точно и ярко признаки этого типа мышления. Почему молодые люди становятся ватниками? Они же не помнят Советского Союза... Сколько вам лет? Мне 34. 34. Вы чуть-чуть застали Советский Союз со всем ребенком. Но почему люди младше вас ватники бывают? Это интересно, потому что это субкультура. Я вам так скажу, я очень долго изучал этот вопрос, потому что это смешно, потому что люди не отдают себе отчет, ну, в этих вот, да, что с айфона писать там какие-то патриотические вещи, это, конечно, ну, это всегда смешно, это всегда весело. Но потом начинается такой вопрос все-таки вот этого культурного кода и воспитания. Люди, они все-таки любят жить так же, как их родители. И когда ты сказал очень хорошую фразу, что на самом деле смена поколений происходит тогда, когда дети не хотят жить так, как их родители. Ты должен предать, предать свой родной дом, так называемый. А если твой родной дом, он ватный, то как это сделать? Ну, вот как это сделать? Это странный вопрос, и он очень болезненный. И я думаю, что очень многие люди в Литве, допустим, которые выбирают быть фатниками, и не только в Литве, мы можем, кстати, посмотреть по Украине, кто с 2004 года, когда началась вот эта вот кампания по разделению Украины на восток и запад, мы можем посмотреть, что это за люди, и кто эти люди, как они это подхватывали. В основном, это очень многие неудачники, это люди, которые не образованы. И в чем образование заключается? Образование — это форма системы ценностей, когда ты понимаешь, что твой взгляд на мир может быть ложным. Но это всегда, мне кажется, вот это вот образование. Ты понимаешь, что ты это вот. И вот для меня, для человека, я вам просто скажу, который учился в русской школе, и я вырос, и я тогда поступил на исторический факультет в Литву, и мне дали учебник литовской истории. И я начал читать, и я такой, ага, я как будто открыл для себя новый мир. Мне всю жизнь говорили, что литовцы, это же, это страна, это страна крестьян, которых не было образования, а Вильнюсский университет появился почти на два века раньше, чем московский государственный университет, там этот Ломоносовский, а мне рассказывали всю жизнь. А потом я начал еще смотреть историю Украины, и у меня вообще голова взорвалась. И нам всю жизнь рассказывали, что это великая культура, что это все. И мне кажется, что ты в какой-то момент ты закончил школу, закончил, допустим, университет, так называемый, какой-то технический. Я не хочу сейчас никого оскорбить, но бывает, что люди просто гуманитарное образование обрезают со школой, и все. И они вот в этом вакууме, у них Вторая мировая война победа, при этом у них в руках айфон, и в руках это. Это такие молодые патриоты, даже не патриоты, они даже не патриоты, они больше нигилисты, потому что российская пропаганда, она сейчас не пытается вам посеять, особенно за границей, посеять любовь к России. Да ты можешь этого Путина ненавидеть, но ты главное, у тебя главное мыслишь, что все плохие, и эти плохие, и американцы плохие, и это плохие, все циничные, где вы были, когда Сирию бомбили. Так вы же Сирию бомбили, алло, вы Сирию бомбили, кто же еще? И вот эта вся история, и этот вот накладывается вот эти все слои. У меня сейчас в суд будет 1 сентября, значит, в суд я подрался со своим соседом, у него ленточка России на машине, литовские номера, ленточка России, и у нас сейчас вот была очная ставка, мы общались, и он в суде, естественно, другие вещи. Он пришел ко мне домой, а я ему клеил украинские наклейки, я ему клеил там «Провем слава», ну, короче, все движу. Он ко мне пришел домой, говорит, чувак, типа, ты зачем это делаешь? Я говорю, я делаю, потому что это, он мне там, ну, вы там бомбили 8 лет, бомбасы, все такое, значит, началось, и, короче, он со мной подрался, я его, это, остановил, приехала полиция, и против него сейчас заведено уголовное дело, все, но когда у нас была очная ставка, он уже с адвокатом переговорил, и говорит, я ему говорю, у тебя флаг России на машине, в машине. Он говорит, это не флаг. Я говорю, а что это? Он говорит, это ленточка. Я говорю, ага. Я говорю, а что означает эта ленточка? Он говорит, она означает три цвета. Я говорю, какие цвета? Он говорит, синий, белый, красный. Я говорю, а в каком порядке синий, белый, красный? Он говорит, белый, синий, красный. Я говорю, это флаг какого государства? Он говорит, международного. Я говорю, какого? Голландии? Он говорит, нет. Ну и путем исключения мы просто дошли до того, что он не говорит правду, не говорит то, что он на самом деле. И вот это вот система ценностей этих вакников, что это такая, ты юлишь постоянно, ты такой, да, ну украинцы, ну да, мы вроде Путина и не любим, вроде не все хорошо, но вот эти украинцы, ну это же, ну да, ну азов, ну вы посмотрите, там, а 15-й год, вот фотография у меня есть, да. А вот еще посмотрите, пожалуйста, вот у нас тут есть данные, я не говорю, что это правда, ну вы только посмотрите, да, там вот осколочки, да, вот есть такие, там вот и фотография ребенка, как-то не сходится, я ничего не утверждаю, да, у меня просто вопрос там, это Russia Today, вот это Question More, у них были такие замечательные плакаты в Нью-Йорке, замечательные в скобках, в кавычках, что, что, типа, кто хуже, Обама или Ахмадинежад? Мы ничего не утверждаем, мы только задаем вопрос. Вот такой был плакат. Да-да-да, это правда, и Юлия, вы очень точно это подметили, это и есть, я это называю мышление кривых зеркал, когда ты вроде видишь изображение, да, но чуть-чуть поворачивается, и оно начинает играть. Это отчасти профессиональная деформация Путина, как КГБшника, который это передал целой нации, на самом деле это очень-очень связанные вещи. Олег, вот у вас флаг висит, двухцветный, я же его тоже вижу, это червоно-черный флаг, он у меня дома такой тоже есть, это украинский флаг, да, но такой неофициальный украинский флаг. Это флаг патриотического движения, национального движения, консервативного движения. Как у вас этот флаг уживается с радугой, вы поддерживаете разность людей, я это вижу по вашей деятельности, очень вам за это благодарен. Как они у вас уживаются? Я считаю, я считаю, что основа государства на разных атеоретических этапах, естественно, очень часто есть это национальное государство, потому что мы на каком-то своем языке. Я вам что скажу, что когда к тебе приходит бухой батя какой-нибудь и начинает мальчика или девочку ругать, унижать за то, что он не любит других девочек или других мальчиков, ну, там, ты там, ты чё так, ты чё не как все, ты чё там, нет, не хочешь быть нормальным, да? Потому что это чисто такая тупая, пещерная гомофобия такая, знаете, запрет людям быть тем, кем они хотят, да? Что я вижу в Украине? Что происходит? Что делает Россия? Это пьяный гопник, который вваливается не в свою квартиру и начинает говорить, ты вообще, ну ты чё такое? Ну ты, блин, ну вот это вот всё, ну вот это всё вообще неправильно, правильно это вот это всё, да? Ну ты живи нормально, блин, ну как человек, ну мы можем же нормально, мы малая, ну, блин, хорошо же общались, сидели, курили. Вот, и вот эта вся движуха, это вот это и есть. И для меня это похожая вещь, я считаю, что, активно изучая историю Украины, я вижу, как этот флаг, как флаг, так же, как и флаг Литвы, как и лесные братья, как и люди, которые боролись за независимость, они шли против статус-кво, как эти смелые люди, как они похожи на многих людей, которые на данном историческом этапе, когда люди, общество очень часто консервативное, очень часто, к сожалению, идёт с позиции знания, с позиции того, что я знаю, а ты не знаешь, да? А не с позиции, что мы оба не знаем. Возможно, мы оба не знаем, так давай разберёмся, да? Вот этот хотя бы такой момент, можно как-то его выяснить. Поэтому я поддерживаю абсолютно людей, всех ориентаций, абсолютно всех рас. Я считаю, что мы, как свободные люди, свободная Украина, свободная Литва, мы этим и отличаемся от этих орков, которые нас хотят уничтожить, и которые не понимают, что мы другие просто, другие люди. Вот и всё. Вот для меня это очень важно. Я не считаю, что консервативная система ценностей, она чем-то плоха, потому что её очень часто представляют фрики. Также я не считаю, что прогрессивная система ценностей бывает плохая. Также её тоже очень часто представляют фрики. И люди, которые абсолютно не разбираются в контексте. Есть абсолютно разные... В этом и есть демократия и плюрализм, что мы соединяем и левый, и правый, и центр. Мы соединяем разные точки зрения, и мы живём вместе. Также я абсолютно... Для меня всегда была... Одна из любимых юмористических линий всегда была вот эта пещерная гомофобия. Я её всегда обожал просто, но она такая смешная для меня. Я вообще не понимаю, как это всё... Собирали подписи, кажется, за запрет разнополых браков, если я правильно понял. Да? Да. Это была петиция за запрет разнополых браков. И люди с удовольствием подписывали, видимо, даже не очень вникая, про что речь. А ещё мы собирали когда-то петицию за смертную казнь, и там было два вопроса. За или против? Естественно, многие были за. И тогда второй вопрос был, на каком канале вы хотели бы, чтобы в прямом эфире показывали? И они абсолютно нормально такие. Ну, там на этом удобней. На втором... И тогда третий был вопрос, какой день недели вам был бы удобен, чтобы прийти и осуществить смертную казнь? И тогда люди терялись и такие, так, а что мы должны? Я говорю, ну так кто? Ну так если кто-то что-то должен делать? Вот. Поэтому это всё... Вот эти все вопросы, пока мы это как мета какие-то продукты. Это так же, как и вот с геями, так же, как и с транс-джендер людьми. Это всё, когда ты как мета какой-то продукты об этом говоришь. Ты можешь об этом и шутить, и быть там гомофобом. Ну, типа, да, там вот люди. Но когда ты начинаешь это вникать в драму людей, это как вот... Я вот во Франции здесь людям объясняю. Вам, война в Украине очень многим, это мета-продукт какой-то. Для вас это продукт философского размышления. А вот когда вот Макрон в Бучу съездил, и когда он с Драги и с этим канцлером Шольцем посмотрели вживую, это совершенно другая ситуация, другая картинка, другая понимание. Ты понимаешь, что это не борьба каких-то идей, это люди, реальные люди. Это реальные люди. Это украинские националисты. Это реальные пацаны, которым 20 с чем-то лет, которые верят в то, что они хотят жить у себя. Вот я объясняю даже нашим местным гопникам каким-то, говорю, ты за свой район пойдешь воевать, когда вот придет в тебя танк, неважно какой там. Пойдешь за район свой воевать, за район пойду. Вот они даже на таком уровне понимают вот это вот все. И я знаю, что очень многие даже, которые были про такие, ну, мы тем всей правды не знаем, там типа 8 лет. Все такое, даже в Украине эти люди, они как первая бомба бомбанула, все, они поняли, что, ну, они украинцы. Они поняли, что вот это их земля, это их регион, это их район. Это важный момент очень важный. Потому что я просто когда-то, ну, в 14-м году я общался с ребятами из Киева, и я им такую, ну, достаточно антирусскую тему гнал, и они мне говорили, ну, что-то ты, чувак, загоняешься по русофобии, что-то это. А вот сейчас мы абсолютно на все 110% со всеми вопросами схожи и так далее. Может быть, даже, возможно, и я немножко стал, они больше меня стали русофобами в каком-то плане, потому что все-таки у нас, мы, ну, говорю, на нас бомбы не падают. Мы все-таки нельзя сравнивать вот этот вот, ну, ваш контекст, украинский контекст, не то, что ваш, это мой контекст, но контекст, когда ты все-таки на этой земле и на тебя, вот у меня дедушка сейчас на Нивках живет, блин, у меня, когда, ну, бомбили, когда бомбили Киев там рядом, там, в пяти километрах, так моя мама, которая с 14-го года, она не до конца, она еще не до конца, но как-то у нее там что-то все время, она пыталась дать шанс еще вот этой всей русской какой-то теме, она говорит, я все, я сейчас еду выбивать окна в российское посольство, я все, я уже, я уже все. Ну, человек, ну, все, она менялась, она все, это уже не, это невозможно, невозможно стереть. Так что, когда ты с этим сталкиваешься, вот я просто мостик веду, что и гомофобии, и патриотизма, патриотизма, когда ты с этим реально сталкиваешься, понимаешь, что это реально живые люди, да, ну, все, тогда у тебя вопрос, ты снимаешься все вопросы, все очень, у меня сейчас все очень четко и ясно вообще в жизни, черное и белое, я все очень прекрасно понимаю, за что я, кто я, где я, первый раз в жизни нормально уже все могу говорить, мне все время моя девушка говорила, Олег, а почему ты всем говоришь все время за границей, что ты русский раньше? Я говорю, я не русский, я говорю, я русскоязычный, это сложно перевести, Russian speaker, ну, я очень часто говорю Russian, ну, там, говорят, она говорит, так ты ж, ну, мы в Киеве ж были вот назад, она говорит, так ты, ну, ты ж, ну, тебе здесь все, все, ты родился в Киеве, ну, что, у тебя мама украинка. И только сейчас уже реально я могу уже точно сказать, что я украинец, почему? Потому что я пережил уже этот весь и в голове, и с людьми рядом, мы переживаем, в принципе, одно и то же, ну, за исключением того, что я, естественно, не гражданин Украины, но тем не менее, но я сейчас хочу в Киев поехать, вот в сентябре побыть какое-то время все-таки, ну, с нашим фондом, нам надо много ездить, потому что сейчас, ну, у нас каждый день посылки идут, так вот, и, короче, поеду, наверное, тоже в сентябре побуду и с дедушкой еще навещу. Бабушку мы эвакуировали из Киева, как только война началась, сразу же поехали. Там вообще история была, вот я сейчас одну быстро расскажу. Значит, поехали брать бабушку с моим коллегой Эвелдесом. Он литовец, ему 23 года, у меня он 10 лет младше. Он по-литовски и по-английски хорошо разговаривает. Он ничего не знает ни по-украински, ни по-русски, ни на ком языке. Значит, мы едем, все, туда довезли гуманитарную помощь, где-то около, где-то вот где Житомир. И вот там была, короче, дорога, которая уже русня взяла, а мы там по-другому объехали. Там были наши ребята, наши добровольцы в Литве, которые эвакуировали в Белую Церковь из Киева людей, когда вот этот весь хардкор был. А я дурак, я снимал какие-то вещи. Ну, мне было это интересно, потому что я все время снимаю, я все время делаю кино документальное, стараюсь постоянно что-то снимать. Мне это интересно. Приезжает СБУ, полиция приезжает, то есть полиция нас в участок, начинает проверять, все трясет, объясняет. Я им объясняю, ребята, да я делаю, я занимаюсь Украиной, я активизмом занимаюсь. Они смотрят мой компьютер, говорят, что я ФСБ гуглил недавно. Я говорю, так я прикол, смотрите, я объясню, я им показываю видео прикол, я звоню в ФСБ и говорю, типа, здравствуйте, у вас преступление. Они говорят, какое? Я говорю, напали на Украину. Все, кладу трубку, типа прикол. Им говорю, они стоят, говорят, ну нифига не смешно, чувак. Все, ну я им отдал карточку, бабушка все объяснила. Очень нас профессионально долго, но очень правильно проверили. Мы сами почувствовали. И что мне сказал чувак в конце? Просто я вот это помню. Он говорит, у нас дети тут, у нас тут жены, дети, у нас тут, мы, у нас война. Ты понимаешь, война у нас. А вы тут со своими этими гуманитарными помощями, с бабушками, с камерами тут приезжаете. Мы вам, конечно, ну, пацаны, спасибо там за все, но, блин, ну вы поймите, у нас война. У нас тут реально, реально, реально движуха, типа. И я вот, я к чему это все вот это вот, я хотела рассказать эту историю, потому что мы стараемся помочь, мы стараемся, не то что стараемся, мы делаем все, мы это наша работа, это наша сейчас работа, мы все делаем. Но все-таки, я говорю, я, ну, то, что вот Украина переживает, то, что переживают, ну, люди наши там на фронте, то, что это, это, это вот мы там разговариваем, там, информационная война, все, вот это фронт, это движухи, все, протесты, это все ваш дипломатический фронт, все. Но то, что там, когда вот, ну, когда у пацанов там сирены, да, вот это вот, ты, ну, спишь с автоматом, это, ну, я, конечно, я говорю, я, 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 мы это никогда не сможем переоценить, это невозможно переоценить, это невозможно, да, это, ну, это, ну, это, и для меня это, конечно, космос, что в моем Киеве, я то, что я там видел, то, что я наблюдал, то, что я, ну, это, конечно, я вам скажу, ну, это поменяло все вообще, все, просто все, это, ну, это все, это другая жизнь, просто другая жизнь. Приезжайте, Олег, приезжайте Будем рады вас тут видеть Вы тоже приезжайте Вы тоже, пожалуйста, приезжайте к нам Потому что для нас очень важно слушать Именно, потому что сейчас голос адекватности Очень часто на стороне Украины И вот нам нужно иногда и Нашим политикам мозги вправлять Надо вправлять мозги людям Надо вправлять этим людям, которые бизнес Я вас тоже очень, пожалуйста, прошу Делайте как можно больше Я знаю, что делают и Офис президента и делать по-английски По-французски, по-немецки Надо добиваться, надо пробивать Потому что я вам говорю Сейчас, если не мы, не наш регион Вот это все Ну никто Поэтому я, конечно, мы приедем И мы будем У нас все-таки У нас квартира в Киеве У нас наследство У нас жизнь, каждый угол Это значит, ты даже не то, что приезжай А возвращайся Ну и Вильнюс тоже самое Понимаете, мы тоже У нас, ну Тарас Григорьевич Шевченко Учился в Вильнюсском университете У нас улица, одна из самых главных И самых крутых улиц Это Шевченко Улица Шевченко Это самые крутые лофты Где самые креативные люди живут Это мы называем лофты Шевченко Так что у нас очень многие Многие вещи Они соединены Поэтому я даже Я уже вот после этого Для меня Честно, я немножко с таким Как вам объяснить Немножко с Такой С пренебрежением Вот сейчас даже здесь немножко В Париже Это потому что Ну все-таки Я хотел бы быть, конечно В Киеве сейчас В Украине Но Здесь Работа здесь Все-таки Да, безусловно На своем фронте работает Я вот этот вот Дипломатический Англоязычный Такой фронт Волонтерский Именно Понимание Все-таки надо понимать Все-таки я не тот крутой СБУшник С которым мы разговаривали Которого там Яйца остальные Которые с Автоматом У меня другой автомат Все, извините Я Заговорился Да, все Все, отлично Пока Олег, супер Это был Олег Шураев Литовский актер Продюсер Активист Волонтер Большой друг Украины И украинец Смотрите нас Раз в неделю Желаю вам всего доброго Берегите друг друга И берегите Украину Редактор субтитров А.Семкин